Знающий интервью Александр Иванов вот недавно был на трех интервью И он знает, какая энергетика, что там происходит Расскажите о интервью, как они происходят, атмосфера Особый аплодисмент Александру Иванову, человеку, который помогает иммигрантам с 93-го года, если я не ошибаюсь Я хочу сразу продолжить ту тему, о которой здесь говорили Подавать действительно можно самим, можно самим не подавать Если у вас есть основания для убежища, вам, скорее всего, его предоставят Что касается самой процедуры и недавних изменений в иммиграционных законах Те изменения, которые действительно были в законе, подавляющее большинство из нас не касается никаким То, что были изменения, действительно сделано Это касается выхода из определенных семи или восьми стран, сейчас не помню точно сколько Но ни одна из стран, из бывших Советского Союза или Европы, число этих стран не помнит Что там предлагается сделать, там насчет лотереи, еще что-нибудь это предлагается Но когда что предлагалось, важно то, что принято Сейчас принято Было принято изменение в процедуре обработки заявлений на убежище Это с 29 января, то, что подано после этого числа Вызывается во вторую очередь В первую очередь тем, кому изменили интервью, перенесили интервью Вторая очередь тех, кто подали после 29 января этого года И те, кто подали до 29 января, очередь идет от этого числа назад То есть вызывают раньше тех, которые подали 28, 27 января и так далее Да, пожалуйста Я не знаком с такой статистикой Я могу вам сказать, что я переводил на интервью тех, которые подали 26 января У них интервью состоялось 8 марта Я также в группе иммигрантов Сакраменто читал комментарии человека, подавшего 25 января Его до сих пор никуда не вызвали То есть каждый случай индивидуальный И из моего знакомства с иммиграционной службой, который тоже обращался в свое время Я могу сказать, что очень часто порядки меняются И то, что было у одного человека, совершенно не обязательно будет у другого человека Опыт тех интервью, на которых я был переводчиком У меня было последних 3 интервью, где меня приглашали работать переводчиком Я могу сказать, что то же самое Можно ожидать нового в каждой интервью Это не так страшно делать самому Я в свое время, правда, хотя сам подавал Это была другая история, другая установка в то время Я подавал иск на федеральное правительство, чтобы мне гражданство дали И все это прекрасно прошло То есть не обязательно иметь адвоката Адвоката иметь можно Так же, как не обязательно иметь механика Можно самому делать машину, если садоваться И как и в любом другом деле Как и в любом другом деле Роль адвоката действительно на этом процессе Составляется в основном дело в производстве Может быть, выдача информации, что сказать на интервью Следует, о чем лучше промолчать На самом интервью адвокат практически ничего не делает Значит, что касается процесса интервью Интервью всегда назначается в одном месте в офисе в Сан-Франциско 75 Хофферн-стрит, это в центре города Донтон Рекомендую приезжать заранее Потому что часто бывают пробки Парковка, которая расположена рядом с зданием, дорогая Бесплатной парковки практически нет Причем, даже если она не бесплатная Ну, относительно бесплатная Скорее всего, нужно будет машину двигать Интервью может дотянуться на несколько часов Процесс может начнуть на несколько часов Нужно не опаздывая приехать туда Подняться на седьмой этаж здания И в окно подать то, что вам прислали Приглашение на интернет В последний раз спросили у подававших Есть ли у них какие-то документы Которые они хотели бы дополнительно подать Когда люди сказали, что у них такие документы есть И они посмотрели и говорят Ой, вы знаете, возможно, нам это интервью придется перенести Что очень смутило подававших Они говорят, ну тут не все вот эти все листы Тут просто распечатка из российского закона А тут только вот цитата Человек вопросил, а сейчас пойду у менеджера Спрошу, будем переносить Или, может быть, не будем Не перенесли Ну вот, если вы хотите доносить документы Прилагать на момент интервью Вот, возможно, по каким-то критериям Они могут перенести На как долго они перенесут, то и твой Раньше переносили это на несколько лет вперед Сейчас, может быть, это делается быстрее Все те интервью, на которых я был Это были семейные пары Муж был основным заявителем Все те... На всех трех интервью Процедура была разная в отношении супруга Один раз сказали, чтобы... Точнее, два первых раза, чтобы супруга находилась Во втором интервью, в последнем, точнее, интервью сказали Что супруге не надо быть И ее пригласят в конце В итоге пригласили в самом конце На пять минут буквально Ответить вопросы для проформы Вопросы типа Не помогали ли вы террористам когда-нибудь И не собираетесь ли вы тут быть террористом соединочным То есть для такого рода вопросов Не для того, что у вас было в деле Был такой момент И скажите, насколько возможно детям Ребенок был трех лет Офицер спрашивает Это твои мамы и папы? Покажи маму, покажи папу То есть это как бы неофициально Но явно им нужно удостовериться Что ребенок не подстанут Она настаивала, чтобы ребенок На конце концов как-то показал Что с ним все выглядели Во время интервью Три части большего интервью Первое это проходили на консультной части Где жили Причем вам нужно четко отвечать на вопрос Какой у вас был адрес В какое время вы жили И потому что если вы скажете Не то, что написано Будут вопросы Почему не то, что написано И потом в конце они опять будут проходить По произведенным изменениям Если вы опять скажете Не то, что сказали в начало Это вызывает дополнительные вопросы Вторая часть Это прохождение по истории Задают различные вопросы Вопросы по тому, как писали Будут спрашивать об истории Что с вами произошло Почему вы боитесь вернуться в страну Впоследствии я узнал Что одна из распространенных причин Отказа предоставления убежища Это то, что заявитель Не доказал, что если он уедет Другое место этой же страны Его там будут преследовать То есть тот факт, что вас преследовали В одном месте или в каком-то другом Значит, что это преследует на всей территории страны И вам это нужно будет доказать Куда бы вы ни поехали У вас будут те же проблемы Не один раз на интервью Своими вопросами Офицер давал понять Какой ответ хотят слышать Пытайтесь понять, что от вас хотят То есть нужно доказать, что Что вас преследовали Что у вас есть факты У вас есть подтверждения Или вы можете сказать, что у людей С подобными политическими взглядами Или с подобными верованиями У них также были проблемы Спрашивают конкретно И вот, допустим, происходило Вы говорите, что это было В такой-то день А какой был день? И по какому адресу было то место? Люди начинают путаться Они могут просто назвать адрес А им нужен адрес, допустим, Ленина, 15 Вот такой конкретный адрес Вот спрашивают Вы говорите, что Ваши фединоверцы убили А в руках нападающих Что-нибудь было? А, никакого предмета не было? Да? Точно не было? И понимаете Им нужно видеть Вот как бы У них есть список Им нужно ответить в фунте Вот по такому-то критерию Этот человек подходит Вот у него было это И это Поэтому полезно изучить информацию О которой говорили Вот тот веб-сайт Который имеется Что хотят от вас Какие критерии Предоставления убежища? И третья часть Потом будет Это пройдут опять по анкете Чтобы Пройти через все изменения Уточнить все изменения Которые были внесены В первые части Зададут вопрос Что вы думаете С вами будет Если Почему вы боитесь Вернуться в вашу страну? Вот им нужно будет Ответить на этот вопрос У них Во всех трех интервью Они говорили Вот я сейчас Смотрю на справку По стране Возможно Это та справка Которая раньше говорилась Вот на интернете Она имеется А может Какая-то другая справка Но какая-то справка По стране у них есть И вот там Говорится Вот это и это Когда В одном из Интервью Тема интервью Была по Религиозным убеждениям Спросили А вот вы не слышали Вот я читала Что в таком-то городе Она назвала город Был вот такой-то случай С такими-то вашими Единоверциям Вы что-нибудь Об этом слышали? Мы не знаем Был ли этот случай На самом деле Эти люди не были знакомы А может быть Она спросила Вопрос просто От фонаря Посмотри Какая реакция Мы не знаем Может быть Случай и был Вот То есть Такого рода Вопрос Который сейчас В это время Остается открытым И пока я не знаю На него ответа Вы въехали По туристической визе У вас допустим Виза истекает 15 мая Вас вызвали На интервью 1 апреля Вам дали решение Через 2 недели И решение Отрицательное У вас до сих пор Не кончилось Передают ли Ваше дело В суд Или вам Вы дали решение Отрицательное И все Мы не знаем Если такая информация Появится Хорошо Если кто-нибудь Освечил ее В группе Эмигрантов Сакрамента Неинтересно Что скажут Ребятам Которые Последний раз Переводили Это Их завтра Пригласили Но не сказали Что не скажут Если им подкажут Соответственно Что будет дальше Потому что У них конкретная Виза У них не закончилась Причем Мы спросили Офицера А вот Если откажут Какой к нам Дальше процесс Этот вопрос Офицера смутил Она начала Придумывать И как Я бы Сказал Что не начала Порогу нести Потом признала Что она не знает Поскольку Было изменение 29 января Поскольку На всех Трех интервью Процедура Была разная У меня Скажется Впечатление Что Инструкции Могут Меняться Один Что В общем-то Типично Не обязательно Что они Дерно Организованы То же самое Можно Налогию Получения Прав Калифорнии По закону Что Быть Если Если Вы Приводите Переводчика То Тогда Во время Интервью На контроле У иммиграции Другой переводчик По телефону И исправляет Вашего переводчика Если есть Какие-то Расскажения Я не знаю Как часто Это происходит В моем случае Ни разу Никто слова Не сказал Говорю о других Случае Что иногда В начале Интервью Они как бы Более активничают А потом Так же молчат Как и мы Не знаю Вот у меня Ни разу То есть Что касается Прохождения Интервью Это вот так И сейчас Я думаю Что вполне возможно В вашем случае Будет как-то По-другому Хотя костяк Самостов Интервью Будет примерно Тот же самый А вот Как долго Будет идти Интервью Один раз у меня было Четыре часа Другой раз Три с половиной А третий раз Позрачено Я бы не сказал Что оно было Какое-то Несущественное Те же самые Вопросы задавали Просто Время заняло Гораздо меньше Это что касается Интервью Я могу дать Ответ На любые Вопросы Когда Еду на работу Из работы У меня длительное Время Долго еду Что касается Иммиграции И чего угодно Если я знаю Я денег За разговор Немного Это Вот эти Если какие-то Вопросы у вас есть Я отвечу Сейчас Хотел рассказать Немножко о другом С чем Может быть Вы сталкиваетесь Часто Мы об этом Не говорим Но как-то Неудобно Вы приехали В другую страну Большинство Плохо говорит На языке Этой страны И Когда вы Больше месяца Прожили И увидите Что тут Ну как Деньги На деревьях Как говорят Не растут В общем-то Нужно работать И ты один В этой стране И тебе помогут Конечно Это замечательно Но когда ты Закрыл дверь Своего жилища Ты остаешься Один на один Со своими проблемами И когда ты В той стране Чего-то достиг Откуда ты приехал А здесь Ты начинаешь Совершенно с нуля Это очень сильно Морально Барит И когда ты Каждый цен Пытаешься сэкономить Особенно Если у тебя За спиной Стоит твоя семья Это тоже Очень сильно Ты начинаешь Думать Стоило ли Все эти Стоило ли Мне страну Я не хотел бы Сказать Что Америка Это земля Абитованная для всех Многим нравится Многим нравится Западная страна Но не для всех Есть люди Которые уезжают Есть люди Которые Уезжали в игру В лотерее Гринкарта Приехали сюда И решили Что тянет И считают Что это нормально Но когда вы приехали Уготовьтесь Любую Трудность И очень трудно Обычно бывает Спустя 6 месяцев Спустя год Когда ты видишь Инвестацию Которых очень много В мире В разных системе Когда ты видишь Что у нас Просто совсем другая Она может быть Хорошая страна Но она не твоя Люди думают По-другому Отношения В обществе Другие И ты себя чувствуешь Совершенно тупым Когда ты не понимаешь Ты вроде бы Как ты понимаешь В общем-то Уже язык как-то пошел Но ты сказать Не можешь У меня было преимущество Я приехал С языком Я выпускник Переводческого факультета Инвеста Я приехал с языком Я вам скажу еще Такую вещь Когда вы говорили Что сейчас тяжело Сработать Когда я приехал В Сан-Франциско Я был с языком Когда я подавал заявление На 5 долларов Заправлять машину Было 300 человек Очень Это было Сан-Франциско Работы не было Вот тогда Сейчас Работы есть Сейчас Если У вас есть Желание работать Если у вас нет Своих претензий К тому Как должно здесь быть Со своими представлениями Как Общественные отношения Работы Там Перенесут сюда Вы увидите Что здесь не так Тогда вас эта страна Это общество Отсюда вытекнет Вы не приживете Это другая страна Очень сильно давит Когда приехали без денег Я это знаю по своему опыту Некоторые из вас знают Что я приехал с 52-мя долгами Я в Америку Никто не встречал Всякое было Через всякое Когда мои родители узнали Через что я прошел Они сказали Мы тебя никогда не отпустили Мы тебе денег на Америку Не дали Но бывает всякое Пройдет Пройдет Перенесите В конце концов Это может быть Испытание для вас Которого не будет Никогда больше Но когда вы Где-то через два года Поедете в ту страну Откуда вы приехали Если у вас будет Такая возможность Вы увидите Что Это уже не то Это уже не ваше И скорее всего Вам очень сильно Закончится Ну и в конце концов Если что Поменяли так Кардинальное место Жительства И свою страну Правильно Делаешь Что в клинформе Приехали Но не надо Что ж Я Заступал И особенно Я хотел бы Особенно Подискнете Для ИИ Тебе не надо Не будем хлопать Но он не хочет Спасибо всем тем Кто помогают Даже Вот вы здесь Я узнаю Многих из вас Которые Открывают Свои сердца Жертвы Время свое И знание Свой опыт Свой очень ценный Спасибо всем Ну и естественно Чем мы сможем Помочь Всем тем новым Которые приезжают Мы всегда с удовольствием Это делаем Я хотел бы По поводу Политического убежища Или религиозного убежища Сказать одно Если вам нужно будет Письмо Я давал Десятки их Те кто естественно По религиозной линии Идут Хорошо иметь письмо От церкви Или от какой-то Религиозной организации Уже местной И Которая просто Говорит о том Что Например Мы эту ситуацию знаем Мы ходатайствуем О том Чтобы Предоставили данному человеку Политическое Или там Религиозное убежище Я давал Несколько писем Тем Которые Получали Политическое убежище У нас есть Организация Общественная Вот Которая называется Славянская Благотворительная Ассоциация И Мы в принципе Там не выступаем Ни как свидетели Не выступаем Как Какие-то Те люди Которые там Вникают Мы просто говорим о том Что там Наша Местная Какая-то организация Американская уже Которая здесь Существует Она знает О вашей ситуации Она Понимает Что вы проходили Какие-то преследования И просто Ходатайствует Ходатайствует о том Чтобы Вот Вам предоставили Убежище Ну и естественно Мы оставляли Телефоны И было Немного Но наверное Раза два Мне даже Звонили Специально Для того Чтобы подтвердить Вот Знаю ли я Такого человека Давали мне Писы Я просто хотел бы Также об этом Сказать Что Оно не требуется Но иногда Оно просто В помощь Что если Кто-то уже Из местных Вас здесь принял Как-то Знает Вашу ситуацию Может За вас Сказать слово В ник И таким образом Пишет свое мнение Там Свидетели Якова На все вопросы Они Дают обзор По всем странам Выбираешь Россию И ищешь Свою историю То есть Американская страна Отзывается Об этой ситуации Это все Прикладывается К кейсу Конечно Это Очень познавательная Вещь На самом деле Если самому Делать И я Что хотел Предложить Организовать Такое Здесь Сакраменто Найти место Может быть Это будет Библиотека Либо какое-то Другое Помещение Чтобы Человек Кто-нибудь Из вас Которому Это интересно Мог прийти И просто Поговорить Либо что-то Узнать Либо Если мы Не знаем Мы поставим Задачу Каким-нибудь Адвокатом Чтобы он Им ответил На это Бесплатно Потому что В России Например В Конституции Прописана Бесплатная Юридическая Помощь И любой Адвокат По Кодексу Адвокатской Этики Он обязан Оказывать Бесплатную Помощь Здесь Скорее всего Это Есть Адвокатам Можно Их множество Можно Собирать Информацию У них То Чего Не знаем Мы Но У нас Все Получилось И я Думаю Что У вас Все Получится Поэтому Если Кто-то Обладает Информацией О помещении Либо В каком-то Месте Кабинете Чтобы Мы Могли Дать Объявление И Просто Собраться Обсудить Какие-то Свои Моменты И Даже Обсудить Новые Законы Которые Принимает Трамп В отношении Миграции И Объединяться Просто Своей Какой-то Информацией Либо Своим Мнением Просто Познакомиться Спасибо За Внимание И я Благодарю Кстати Бо канал Называется Сан Баян На ютубе Он рассказывает Очень много Подробного Кому-то Касается Кто смотрит На его Канале Следуйте Учитесь Он Очень Выдающий Информацию Парень И знает Я рад Что Я Нашел О Тебя Субтитры 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 Субтитры